Нидерланды, США, Швейцария, Россия и Китай Инвестиции от общего объема больше 68%. Значительный рост показала Бельгия, Южная Корея и Турция. В 2021 году рост произошел в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, а также в обрабатывающей промышленности. К концу 2021 года сумма иностранных инвестиций превысила 19 миллиардов долларов. А до конца ли Казахстан использует свой инвестиционный потенциал и будет ли он расти дальше на фоне границ? Геополитической нестабильности. Узнаем мнение экономистов. С нами на связи Ануар Нуртазин. Ануар, добрый вечер. Добрый вечер. Вы работаете напрямую с бизнесом, в том числе с крупным бизнесом. А вот эта ситуация на Украине, повлияла ли она на инвестиционную привлекательность нашей страны, как считаете? Вы знаете, изначально мы думали и планировали, что инвестиционная привлекательность у нас повысится. Однако, та привлекательность, которая у нас повысилась, она оказалась недостаточно значительной. Это раз. И два, она скорее либо краткосрочная, либо среднесрочная. Так как Казахстан в основном воспринимает как временный хаб для ведения определенных бизнес-процессов. На сегодняшний день это фактически сложившаяся картина. Но и даже сегодня мы слышим прогнозы, что смелые, да, относительно вот этих всех вещей, что на фоне геополитического кризиса Казахстан станет, ну, едва ли не лидером в регионе по инвест-привлекательности. Вы как такие прогнозы оцениваете? Вы знаете, на самом деле мы эти прогнозы положительно оцениваем. Мы изначально думали, что Казахстан имеет исключительный шанс для роста экономики и создания определенных новых технологических цепочек. В том числе в микроэлектронике, автомобильной промышленности, сельскохозяйственной технике и так далее. Однако на сегодняшний день это скорее даже не зависит от бизнеса общества в большей степени. Это зависит от финансово-экономического блока правительства, то на какие шаги они пойдут. И здесь мы полностью поддерживаем решение главы государства о перепрофилировании налоговой нагрузки на добывающие компании, сектора добывающие. То есть НДПИ это опять-таки нефть, газ, металлы и создание простора для экономической активности производственникам и всем остальным секторам экономики. По вашим прогнозам, сколько еще времени нужно, чтобы этот поток инвестиций к нам зашел? Вы знаете, вот в принципе мы ожидаем до конца этого полугодия, что уже все устаканится. То есть фактически это вот у нас остается буквально несколько месяцев. Однако вот это ожидание, конечно, оно томительное немного, потому что мы до конца еще не видим ту глубину санкций, которая будет принята по отношению к Российской Федерации. И, соответственно, мы не видим те последствия, то есть вторичные санкции, которые могут быть наложены на нас в случае чего. Однако в любом случае мы надеемся, что оперативные решения будут приниматься, скажем так, быстро. И не просто даже быстро, а точно в срок. Ануар, ну а безотносительно санкций, что сегодня объективно тормозит рост инвестиций в Казахстан? Вы знаете, разумеется, что, наверное, наибольшим ударом для Казахстана явилось это событие трагического января. В результате этого, если говорить про иностранные инвестиции крупные, то все показатели рисковых значений были пересмотрены после этого события на ухудшение, разумеется. И здесь, можно сказать, принимаем неимоверные усилия в том, чтобы доказать, что в действительности это единичный случай и более такого здесь не повторится. Вот как-то так. И здесь работаем, и здесь еще второй есть момент. Это, разумеется, отсутствие рынка капитала. И в рамках отсутствия рынка капитала прилагающийся момент, это, конечно, инфляционное давление, которое сейчас действует на Казахстан. Это, в первую очередь, продукты питания. Так как у нас низкие зарплаты, то платежеспособный спрос просто-напросто внутри экономики проседает очень сильно. В сферах лидеров по инвестициям мы видим традиционную гранадобывающую промышленность. Что еще, кроме пресловутой таблицы Менделеева, интересует зарубежных партнеров? Вы знаете, на самом деле, самое интересное, что в Казахстане очень высокий индекс человеческого развития. И, что странно, мы наблюдаем рост заинтересованности в части образовательных технологий, в части выхода образовательного контента, IT-контента, медийного контента, в части образования, не только среднего, но и высшего, внутри, скажем, Центральной Азии в том числе. И, разумеется, это все, конечно, безусловно, на англоязычных платформах. Очень интересно. Как давно эта тенденция сформировалась, когда начали в образование откладываться? Вот, если говорить по тенденции образования, то, в целом, в Казахстане достаточно большие инвестиции в образование. Но здесь несколько факторов переплетаются. Потому что у нас все-таки более половины населения получили дипломы о высшем образовании. Конечно, остается фактор качества этих дипломов. Но сегодня именно Казахстан рассматривается как такой образовательный хаб. И эта тенденция складывается буквально с прошлого года. Вот можно здесь несколько факторов назвать. То, что координация сотрудничества международных вузов с Казахстаном и координация IT-платформ, которые уходят из России и нанимают достаточно квалифицированные кадры в части преподавания именно выпускников ведущих казахстанских университетов, в том числе и репетиторства. Очень интересно. Мы посмотрим, что из этого выйдет. В таком случае, какие отрасли, на ваш взгляд, сегодня остаются, скажем так, недооцененными в Казахстане с точки зрения вложения денег? Вы знаете, если говорить про вложение денег, то помимо образования, безусловно, недооцененным является сельское хозяйство. Так как мы всегда понимаем, что именно сельское хозяйство, и что связано с ним, всегда будет иметь спрос. Так как это, в первую очередь, товар первой необходимости. У нас много проблемных моментов именно по животноводству, растениеводству, в части также производства смежной сельхозтехники, ремонта ее и семенного фонда. И как мы видим на текущей динамике, у нас резко растут цены на продовольственные товары буквально по всему миру, в том числе и из-за событий на Украине, где, как мы видим, вопрос стоит о срыве посевной и проблемах на юге России, которые также связаны с этим же нюансом. Соответственно, в данном случае этот год будет благоприятный для фермеров в целом. Однако здесь следует участвовать тот фактор неопределенности, который есть со стороны нашего родного министерства сельского хозяйства. Ладно, в таком случае будем надеяться на благоприятность, о которой вы сказали. Спасибо экономисту. Нуар Нуртазин был с нами на связи.